Уважаемые председатели, уважаемые коллеги, ваше внимание выставляете заплату в дешевле диагностики от родной новой препараты в ручьем дешевле. В настоящее время признано, что консервативный подход влияет в будущую роль в лечении осложнений диертикулярных болезней обороченной мышки. Однако при разрушении стенки диертикулы консервативное лечение неэффективно. И в этой ситуации необходимо применение других инструментальных методов исследований. И при явлении разрушенного диертикула при других инструментальных методах исследований необходимо проводить плановое терапевтическое вмешательство. При отчаянии эндоскопистами стоит вопрос, какой из эндоскопических методов может помочь выявить разрушение стенки диертикула. Для тех же признано, что у болезни-пертикулярная болезнь возможности полной скатильной спектрограммича как за счет теоретического риска перфораций при депутывающей инсульфляции в опыте, так и за счет технической сложности обусловлены спазмом и фиксацией кишки вследствие предыдущих воспалений и развития парокишечного фиброза. И что касается сочетной технологии, где эндоскопия сочетается с ультразвуком, она хорошо применяется при опухолях ободочной кишки в общепризнанном известии. В то же время, как возможность данной для диагностики осложненного диертикулеза не иснала. В связи с этим мы решили определить возможность применения эффективности традиционной межзвуковой полной скатильной диагностики хронических инфильтратов и разрушения стянки диертикулеза в хроническом диертикулите. В исследование было включено 23 лицента, 10 мужчин и 13 женщин, в среднем возрасте 53 года, в среднем возрасте с удовлетворения у 60% у большего 1 года и у 39% у меньшего 1 года. Все пациенты были прооперированы в КНЦ в полу-откологии по поводу осложненного течения диертикулярной болезни ободочной кишки. Всем пациентам была операция традиционная полу-оскопия и ультразвуковая полу-оскопия. Ну и нами пациенты были подразделены на две группы по типу хронического инфильтрата. На основании классификации диертикулярной болезни ободочной кишки, заключительного диагноза, интерактивационных данных и данных гипотического исследования. Во всех случаях при анализе гипотических показателей оценивали следующие признаки. Я их перечитать не буду, они присутствуют на экране. И в полном объеме надо сказать, что полу-оскопия была выполнена в 52% случаев, что, собственно говоря, сочетается с данными других исследователей. И надо сказать, что причиной прекращения колу-оскопии явился достаточно риск осложнений, таких как давление просвета кишки, это именно с причиной, сужение просвета кишки листоноса и жесткая фиксация. И надо сказать, что в нашей работе было два случая, когда мы не смогли адекватно подвести его звуковой датчик, расположить его и выявляли лишь протяженное утолщение высшего условия без выявления фильтрации прилижающей клетчатке. В соответствии с звуковой датчик, оценивалось нами в соответствии с рекомендованными стандартными анализами листового изображения в сопоставлении с эндоскопической картиной. И в деморфологическом исследовании по данным из всех 23 случаев по деморфологии хронический дивертикурик был выявлен в 7 человек, это 77% случаев, это и является показателем нарушения стенки дивертикурик. И хронический дитерат был выявлен, где также практически во всех 100% случаев присутствовала фургментация мышечного слова 14 человек. При анализе данных противозвуковой датчик, в зависимости от наличия или отсутствия фургментации мышечного слова, то есть кишки, по данному экологическому исследованию, мы определяли дивертикул без разрушения стенки, без фургментации мышечного слова, где верхушки дивертикула находились на дирекоративной стенке, ну, только даже еще частично дальше. И дивертикул определяли, где происходило нарушение кишечной стенки, прерывания ее, и небольшая полость, как правило, находилась ягодом. И анализируя встречаемость эндоскопических вызов, надо отметить, что задавление простых движек при хроническом дивертикулике мы не встретили ни одного раза, а снижение простых движек в жесткой фиксации в минимальной степени. При сопоставлении данных морфологического исследования в полноскопии внутрозвуковой полноскопии пациентов с хроническими дивертикуликами в первые годы в 67% случаев мы определяли дни пешки. И надо отметить, что в данной ситуации при морфологическом исследовании во всех ситуациях не отмечалась фургментация мышечного слоя. И в остальных, в 33-х случаях, вновь выявленный метод. Но из этого числа 33% в 11 человек была фургментация, и в 22 фургментации методов. При оценке прогностической значимости эндоскопических предназначений